здравствуй разреши мне обращаться к тебе на ты мне это важно как важно и то что с тобой сейчас происходит именно поэтому я и написал это письмо адресованное тебе и тем кто тоже нуждается в помощи скорее всего лично мы с тобою не знакомы и наверное в географическом плане мы находимся далековато друг от друга но несмотря на это данный момент времени мы находимся рядом несмотря ни на что мы с тобой сейчас ближе чем это может показаться даже нам самим поэтому я обнимаю и укутывая тебя всей теплотой своей души постарайся почувствовать это прямо сейчас я делаю это искренне и сострадающе ты сейчас очень близкий для меня человек надеюсь я для тебя тоже и я хочу тебе кое-что сказать говорят что сердце умеющее чувствовать любовь вынуждена чувствовать и боль 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 потери были разлуки более разочарование и чем чище это сердце и чем она искренне и тем больнее ему иногда бывает переживать то что эту боль причиняет не бы очень хотелось как-то уменьшить эту боль помочь чувствовать ее меньше и не так остро как сейчас помочь тебе найти в себе силы которые снова дадут возможность идти вперед к своему счастью к своей мечте и своим новым победам и радостям конечно же все что ты сейчас переживаешь и страшно и болезненно одновременно и вместе с этим надеюсь ты держишься ты ищешь возможности все исправить благодарю тебя за это наверное скоро и ты себя за это поблагодаришь поняв для чего все это было нужно чувствую что ты нуждаешься в помощи чувствую что тебе неприятно и до слез обидно от того что все это с тобой сейчас происходит разреши мне эту помощь тебе оказать так как я могу так как подсказывает мне мое сердце если будут слезы позволим течь по твоему лицу как теплому летнему дождю если будут эмоции прими их такими какие они есть пусть и то и другое исцелит тебя очистив от переживаний тревог дав тебе новые силы с радостью жить дальше знаешь мир иногда делает нам очень больно каждому из нас он делает очень и очень больно и даже в это самое время когда ты читаешь это письмо кому-то из живущих совсем недалеко от тебя тоже ужасно больно возможно для кого-то жить дальше так как он жил раньше кажется почти невозможным делом я не знаю почему так происходит да и наверное никто не знает но то что я знаю может помочь тебе преодолеть все это и я уверен обязательно тебе поможет я знаю что все что происходит 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 для чего-то даже самое страшное происходит для чего-то даже самое больное и самое травмирующее происходит для чего-то и люди пережившие такую боль и такое же отчаяние не могут врать они говорят что все это в итоге преобразуется во что-то светлое даже очень болезненное темное когда-то становится созидающим светлым главное перетерпеть главное справиться главное выкарабкаться из того болота разочарования и жалости к себе которая засасывает всех остановившихся и уставших проблем и тогда начинают казаться нам огромными когда мы встаем перед ними на колени сказал однажды мудрый человек начинай преодолевать исправляться уже сейчас конечно же усталость от всего есть и у тебя но я прошу тебя дать себе возможность зацепиться за это пока еще невидимое тобой будущее изо всех сил зацепиться всеми зубами и когтями чтобы смочь это преодолеть в этот самый момент времени в эту в эту же самую самую минуту тысячи людей так же как и ты цепляется за свое будущее всеми силами и я прошу тебя цепляться еще сильнее поверь я тоже знаю как иногда бывает больно когда тебе плохо не так важно какого ты пола и возраста болит душа страдает сердце они возраста и пола не имеют если хочется кричать кричи хочется закрыться ото всех и никуда не выходить закройся на какое-то время и не выходи главное не воспринимать то что с тобой сейчас происходит как что-то невыносимое а если не получается не воспринимать тогда нужно эту невыносимость срочно куда-то деть не оставляя ее в себе звонить по телефону доверия и рыдать в трубку разбить все тарелки в доме кричать и топать ногами пока кричится и топается одно условие никто не должен пострадать никто значит и ты тоже даже если ты не хочешь жить а бывает и так то знай ты не хочешь жить так как живешь сейчас вдумайся в эту фразу вдумайся и сделай пожалуйста все что только возможно чтобы начать жить так как ты хочешь знаешь ли ты как ты хочешь жить веришь ли ты что это возможно верь обязательно верь понимаю что тебе трудно понимаю что сил почти нет но их потому и нет что ты трудишься борешься выкарабкиваешься ты обязательно справишься я мысленно отправляю тебе помощь и поддержку опытные психологи помогающие людям в самых сложных ситуациях говорят что существует два вида страданий первый вид это страдания истинные такие которые возникают от самой психотравмирующей ситуации их и нужно пережить переболеть перестрадать собрав все свои силы воедино пережить не оставляя эту боль в себе есть даже такая фраза даже если ты находишься в беде не позволяя беде попасть в тебя второй вид страданий называют лишними вот они то по сравнению с первым видом способны причинить максимум боли и страданий это страдание по поводу того что страдаешь именно ты не кто-то другой страдаешь как тебе кажется несправедливо и незаслуженно возможно так и есть но все эти ненужные мысли нужно оставить на потом на тот период твоего будущего когда сил в тебе станет больше чем сейчас возможно тебе не хватает уверенности в том что ты справишься но знай что даже сейчас у тебя достаточно сил чтобы все это преодолеть мое желание помочь тебе и поддержать тебя в этот трудный момент твоей жизни даст тебе дополнительную силу и уверенность просто знай что сейчас я рядом каждый твой трудный шаг преодоления я мысленно рядом если будет нужно я пойду по твоему пути рядом с тобой только пожалуйста двигайся вперед каждую секунду двигайся вперед мыслями словами поступками спланируй свое завтра оставь в своем завтра место для пусть незначительной но улыбки впереди тебя ждет многое искреннее веселье и новые радости и счастье отраженное в глазах по-настоящему близких тебе людей а для этого надо выздороветь изнутри выздороветь раньше чем отступит вся эта ситуация снаружи поверить в себя дать себе право жить не так как больно а так как ты уже сейчас хочешь и так как ты уже сейчас имеешь право жить солнце есть всегда просто а иногда она закрыта облаками не забывай об этом все твои потери и страдания постепенно превратятся в новое приобретение и радость видимо пришло время отпускать то что отпускать очень больно но именно через это отпускание через это преодоление и приходит исцеление и выздоровление всей твоей жизни в целом поэтому пожалуйста выздоравливай во всех смыслах выздоравливай и в телесном плане выздоравливай и в душевном и во всех остальных планах тоже выздоравливай и восстанавливайся твое счастье нужно не только тебе но и всем любящим и ценящим тебя людям и таких действительно немало я верю возможность этого счастья я вижу твою счастливую улыбку на твоем скором счастливом будущем когда ты увидишь ее в зеркале ты поймешь все о чем я сейчас тебе пишу истина такова что все в этом мире даже самое плохое когда нибудь проходит солнце уходит и восходит и с новым днем приходят новые возможности новые радости старом дне оставляя все остальное примет как данность и постарайся помочь тем кто этого пока еще не знает благодарю тебя за то что есть это время и мы были вместе с тобой в это время мы все в каждый момент проживание нашей жизни на этой планете вместе пусть все что происходило с делает тебя мудрее сострадательнее ко всем остальным живым существам для которых пройденные тобой страдания еще впереди после того как ты дочитаешь это письмо умойся холодной водой вдохни полной грудью и выдохни и с этого момента для тебя начинается новый этап и ты это скоро почувствуешь пусть все начавшиеся сейчас в твоей жизни приводит тебя к счастью и любви благодарю тебя и обнимаю всей душой всем сердцем будь счастлив и желательно поскорее и навсегда твой искренний друг и доброжелатель автор этого чудесного письма скобелким артем сергеевич